Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы вспоминаем памятную дату 5 марта 1953 года, когда от нас ушел Иосиф Виссарионович Сталин. И мы поговорим сегодня с нашими гостями и о нем, и вообще о роли личности в истории. Романов Петр Васильевич, член Президиума ЦК КПРФ, герой социалистического труда, доктор технических наук, профессор. Агусев Александр Анатольевич, директор Института стратегического планирования и прогнозирования, президент Международного союза экспертов, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, доктор политических наук, профессор. И Багдасарян Вардан Эрнестович, заместитель генерального директора Центра научной и политической мысли и идеологии. Вассерман Анатолий Александрович, публицист, журналист, политолог. Петр Васильевич, у вас непростая была биография в детские годы. Я знаю, что вы родились, когда ваш отец находился в местах лишения свободы. И тем не менее, я бы мог сказать, взять на себя такую смелость, что ваша жизнь сложилась вполне удачно. Вы реализовали себя. Какая в этом роль советской власти и, может быть, даже Иосифа Сергеевича Сталина? Ведь, посмотрите, действительно, биография могла начаться достаточно сложно, а продолжится достаточно успешно. Вот наши годы, в которых мы жили тогда и формировались как личности, они настолько оболганы, настолько искажены, настолько преподносят не в том свете, в котором есть. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал власть имеющим изучить тот опыт, если мы, так сказать, не хотим каких-то повторений, типа, так сказать, печального опыта Украины. Потому что народ можно, конечно, долго дурить, но потом рано или поздно оно приходит, так сказать, за все отвечать. Но, Дмитрий, я хочу все-таки к тому вопросу, который вы мне задали. Да, я считаю, что у меня жизнь удалась, я прожил ее достаточно интересно, знал, ну, всех, так сказать, знаменитых людей в нашей стране. Если бы мне довелось еще раз ее прожить, я бы без сомнений пошел бы тем же путем, которым шел. И маленькая, короткая, так сказать, ремарка в отношении, так сказать, моего отношения к тому времени. Когда Сталин умер, мы со своим классом были на стадионе поселка Решоты. Ну, дети на стадионе бегают, играют, прибегают, учительница, понимаете, вся в слезах и говорит, дети, так сказать, умер в Москве товарищ Сталин. И вот мне было 10 лет, я уже это все хорошо помню и представляю. И вот я помню, как плакали все. Вот там, где я жил, понимаете, там таких простых людей не было. Потому что те, кто освобождался, либо оставались здесь и преподавали что-то в школе, идти, шли работать и прочее. Заводили себе семьи, потому что ехать в Москву это 101-й километр, здесь уже о них забыли и прочее, и прочее. Так вот плакали все, плакали заключенные, плакали вертухаи, так сказать, на высках. Плакали офицеры, которые командовали этим всем. Вот, по крайней мере, у нас был траур. Вот это я, мальчишка, и запомнил. Когда мне пытаются рассказать что-то другое и показать с другой стороны, ну, я просто усмехаюсь и думаю, какая короткая память у нашего народа. Анатолий Александрович, есть такая версия конспирологическая, что Иосиф Виссарионович мог уйти не своей смертью. И, зная наших уважаемых партнеров, ну, эта версия заслуживает внимания. А на ваш взгляд? Ну, вряд ли было отравление, не очень похоже ни по клинической картине, ни по обстоятельствам предшествующих дней. Но вот что совершенно несомненно было, так это оставление в беспомощном состоянии. И если бы я был верующим, я бы был уверен, что Никите Сергеевичу Хрущеву на том свете за это оставление нашли, что сделать. Но того света нет, есть только наша память. И в этой памяти уже, в общем, понятно, как история в дальнейшем будет оценивать и Иосифа Виссарионовича после всех колебаний, и Никиту Сергеевича. Вот, кстати, замечательный образец роли личности в истории. Каждый раз, изучая какое-то его решение, неизменно убеждаясь, из всех имевшихся в его распоряжении вариантов, он действительно всегда выбирал наихудший. Мы еще поговорим об этом. Александр Анатольевич, ну вот, чтобы, может быть, завершить эту тему, складывается впечатление, что достаточно влиятельные силы в окружении Сталина были настроены на его уход, хотели его ухода, желали его ухода. Может быть, они боялись Сталина, может быть, они рассчитывали на его место как-то претендовать. И действительно ли такие силы имели большое влияние? И они же потом инициировали 20-й съезд, когда Иосиф Виссарионович был обвинен во всех смертных грехах. Ну, вы знаете, Дмитрий, у истории нет слагательного наклонения. Может, это звучит банально, но мне кажется, что Сталин настолько был, с одной стороны, харизматичной фигурой, деспотичной фигурой. Наверное, в то время и невозможно было бы быть другим. Ну, пожалуй. Да. Конечно, он принимал решения самостоятельно. Но, с другой стороны, что его отличало, он все-таки выслушивал позиции своих коллег. Я не могу сказать, чтобы принималось коллегиальное какое-то решение, потому что все равно последнее слово оставалось за ним. Но, тем не менее, та команда, которая его окружала, ну, наверное, это свойственно, вот если говорить с точки зрения такой науки, как конфликтология, наверное, в команде были разные люди, и мы это знаем, с разными убеждениями, с разным пониманием жизни. Наверное, были люди, я не хотел бы, так сказать, называть сейчас фамилии, которые желали ему смерти, которые, наверное, видели себя первым лицом государства. Были и такие. Вот. Я абсолютно соглашусь с коллегами, что действительно, так сказать, оставить больного человека или человека, который находится при смерти, без медицинской помощи, наверное, это тоже характеризует. Там, кстати, был не только один Никита Сергеевич, там, фактически, было все политбюро, по большому счету, потому что на ближней даче в Кунцево, куда они приехали, вот, никакой медицинской помощи не было, что, собственно, так и явилось, наверное, результатом гибели, да, Иосифа Виссарионовича. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я должен отметить, что последующие события показали, что никакой команды не было. Это люди, которые, что называется, поставили во главу угла борьбу за власть. И помним вот те события, которые происходили в период между 1953 и 1955 годами, до известного 20-го съезда. Но вот все-таки доклад Никита Сергеевича на 20-м съезде, на ваш взгляд, это просто была его личная глупость и волонтаризм? Или это было отражение деятельности определенной группы? Ну, я думаю, что, конечно, он опирался на людей, которые входили в его окружение. Очень серьезную роль сыграл Георгий Константинович Жуков. Мы прекрасно помним, мы знаем это, да. Поэтому, конечно, все это основывалось на штыках. И приход его к власти, конечно, тут были разные позиции, но главная позиция, которой придерживался Никита Сергеевича Хрущева, это, конечно, взять власть в свои руки, любыми путями, любой возможностью привлекая тех людей, которые могли ему в этот момент помочь. В этом смысле похож на Бориса Николаевича Ельцина. Да, и возвращаясь к этой персоне, можем сказать, что Георгий Константинович, после того, как, собственно, он помог Никиту Сергеевичу претворить этот план в жизнь, мы же помним, где он оказался, да? В отставке, в ссылке. Вот и все. Вардан Анастич, интересно наблюдать, как меняется отношение к Сталину у населения. Я не скажу, что в конце 80-х годов его как-то ненавидели и не любили, скорее, это штамп пропаганды. Но он был где-то за Лениным. Потом, фактически, 25 лет вопиющей просто пропаганды антисталинской. И что мы имеем сейчас? Сталин победил в конкурсе имя России с большим отрывом, просто там его перекрутили. И его популярность стремительно растет. И что интересно, это признает либеральная пресса, его популярность растет прежде всего у молодежи. Вот как вы можете это объяснить? Первое. Если мы посмотрим на аналогичные конкурсы, которые проводятся и опросы в других странах, то там видна следующая тенденция. Когда в США проводился аналогичный опрос, победил первое место, занял Рональд Рейган. Даже не Авраам Линкольн. Когда аналогичный опрос проводился в Англии, там первое место занял Черчилль. Во Франции Шарль де Голь. Все это персоны, в общем, выражающие имперскую линию. Каждый народ, каждая общность хочет видеть себя в апогее могущества, в апогее торжества своей собственной державы. И поэтому в этом айду Сталин и его популярность, это видение россиян, но оно соотносится с общими тенденциями. Второе. Знаете, примерно та же самая ситуация в Российской империи была в отношении Ивана Грозного. В народном сознании, во многих регионах Российской империи, до 1917 года его почитали в качестве святого. Аистеография, даже на известном памятнике тысячелетней России, не включили Ивана Грозного. Аистеография официально его поливала гаязью и так далее. Та же самая ситуация. Сталин выражал первое. Он выражал идею борьбы с объединенным Западом против России, где Россия выдерживала эту борьбу и даже одерживала победу. Раз. Второе. Сталин, что принципиально важно, и это отвечает на предыдущие вопросы, Сталин, в общем, умел наказывать элиты. И эти элиты не хотели далее находиться в состоянии мобилизации, и тем самым был вот этот продуцирован как бы возможный заговор или как бы оказание такого противодействия в такой помощи. И, конечно же, народ видел то, что сделали айформаторы в 90-е годы, и видел, по какой модели пошла страна. И Сталин, как антитеза всем этим айформационным планам, конечно, полюс другой, полюс возможного. Сталин здесь в этом отношении. Ладно, люди старшего возраста, они застали Советский Союз, имеют возможность сравнивать, даже мы имеем возможность сравнивать. А вот молодежь, как вы объясните рост популярности у молодежи? Я работаю в УЗИ, на разных площадках, встречаюсь с молодежью, популярность Сталина принципиально растет. Здесь соединение, с одной стороны, вот идеи советской, с другой стороны, русской национальной. Этого не было у Ленина, но это было у Сталина. И вот этот синтез сейчас в восприятии вот того поколения молодежи, которое вот только-только приходит, оказалось, что где-то внутри, в глубине сознания запрос на это есть. И вот новое поколение молодежи, оно тоже, как говорится, то, что забыли отцы, значит, вспоминают внуки. И эта трансляция от дедов к внукам в очередной раз как бы исторически проявляется. Петр Васильевич, вот если поговорить о самой личности Сталина, ведь это человек, который вынужден был даже в силу должности вникать во все, разбираться во всем. Последнее слово оставалось за ним. Он принимал стратегические решения, там, от тяжелой промышленности до военных операций. И практически всегда эти решения были верными. Каким образом, вот как ему это удавалось? В силу образования, в силу воспитания, в силу просто врожденных способностей? Ну, в первую очередь, я хочу к предыдущей теме все-таки вернуться и затронуть два маленьких вопроса. Я лучше на основной, коротко очень отвечу. Вот в 1938 году Блантер, знаменитый композитор был, и Сурков, поэт, в 1938 году написали песню о Сталине. Я помню ее почему, потому что я ребенком, можно сказать, в школе мы эту песню пели. Не было еще великой победы советского народа, в Великой Отечественной войне, много чего не было. Но там были замечательные слова. Припев звучал так. Сталин – наша слава боевая, Сталин – наша юность. Юность, понимаете, и полет. Почему? Молодежь тянется к нему. Потому что Сталин давал гарантию молодежи, которая учится в институтах, в техникумах, которых нет, на завтрашний день. Просто так люди не учились, они знали, что если он получит высшее образование, то человек уже полезет, так сказать, в гору, пойдет. Он не будет ходить без работы. Вот. Вот это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, я хочу сказать, что вот опять же из своей биографии, 57-й год, мать, все-таки вы правильно сказали, моим бы родителям, так сказать, можно было Сталина ругать эти долго-долго. Но в 57-м году мать собирается, берет летом отпуск и собирается меня везти в Москву. И вот тетя приехала моя и говорит, Маша, ты зачем, так сказать, ребенка с собой тянешь, понимаете, в Москву? Она говорит, я хочу, чтобы Петя посмотрел на Сталина, он еще в Мазаре и лежал. Она говорит, Маша, ну Сталин уже умер. Она говорит, иногда ребенку полезно взглянуть и на мертвого льва. И отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что Сталин отличался от всех руководителей одним умением. Он умел стратегической мыслить. Он мог заглянуть за горизонт, вот туда. Чего нынешнее правительство не может сделать, чего нынешнее руководство страны не может сделать. А вот Сталин этого мог сделать. Вот раз он это мог делать, тогда страна развивалась так, как бы ему виделось, что это самый правильный путь развития. А когда мы сами не знаем, что творим, что делаем, что из этого выйдет, то вообще в стране, в руководстве должны быть стратегии везде. А их, к сожалению, нет. Не похоже, к сожалению. Хотя вот мой коллега сидит, я смотрю, у него прекрасный институт стратегического планирования. Вроде бы все есть. Берите, спрашивайте, разбирайтесь, понятие. Собирайте лучших людей и давайте наработки. А это никому не интересует. Ну не похоже, что дальше цены на нефть, отмены санкций, какое-то более стратегическое планирование присутствует. Антон Александрович. Небольшое дополнение. Из разнообразных мемуаров, написанных в стол и опубликованных только в последние годы, уже известно, со сколькими специалистами по каждому вопросу он советовался прежде, чем принимать решение. Причем сознательно встречался со специалистами, представляющими разные точки зрения. То есть все эти его знаменитые есть мнения, они действительно появлялись именно потому, что он знакомился со всем спектром мнений и имел таким образом материал для анализа. А вот как вы думаете, почему сейчас не появляются личности, подобные Сталину, и даже не только сейчас, а в общем, после ухода Сталина были уважаемые руководители, того же Брежнева в народе сейчас очень любят, но видно, что по масштабу это совершенно не то. Сравнивать нынешнее руководство, ну тоже, к сожалению, близко не поставишь. Но, наверное, это не только российская тенденция, но и мировая. Да, это общая мировая тенденция, именно потому, что выдающиеся личности очень востребованы как ускорители истории. Те, кто не хочет ускорений, делают все от них зависящее, чтобы выдающиеся личности исчезали еще задолго до того, как станут близки к власти. Это в духе знаменитой античной притчи о тиране, показавшем другому тирану свой способ правления, вырывая на поле самые высокие колосья пшеницы. Так вот, к сожалению, это на самом деле способ правления не тиранов, а как раз тех, кто не хочет ничего решать и не хочет ни за что отвечать. Конечно, личность не может абсолютно поменять ход истории, но может его очень существенно ускорить, как тот же Иосиф Виссарионович, или наоборот существенно замедлить, как Никита Сергеевич. Ход истории в целом неумолим, но это целое проявляется на очень длинных отрезках времени. И, собственно, стратегом становится тот, кто может весь этот отрезок охватить и предвидеть. А на коротких отрезках, сопоставимых с нашей с вами жизнью, роль личности бывает определяющей. Александр Анатольевич, вот я как раз у вас хотел спросить про роль личности в истории. Все-таки марксизм говорит о том, что исторический процесс первичен, а роль личности вторична. Но, тем не менее, мы иногда видим, что личность оказывает решающее воздействие. На мой взгляд, одно другому не мешает. И когда личность соответствует как раз ходу исторического процесса, тогда и достигаются наиболее выдающиеся результаты. Не сложилось ли так со Сталином, что он, кроме всего прочего, ему просто повезло оказаться в свое время на своем месте? Да, вы правы. Здесь, говорят, научным языком, наложились два вектора. С одной стороны, сам ход истории и общеполитическая и социально-гуманитарная ситуация. С другой стороны, появление таких людей, как Владимир Ильич, как Иосиф Асарионович и так далее. Поэтому, конечно, когда мы говорим о роли личности в истории, тут всегда возникает вопрос и противоречие. С одной стороны, действительно, мы говорим о роли личности, появлении этой личности. А с другой стороны, есть такое общее понимание, историческое в том числе, что незаменимых людей нет. Вот, казалось бы, два антагонистические отношения. Но бывают удачные и неудачные замены. Поэтому, конечно, появление таких людей, оно абсолютно не случайно. Вот случайность в появлении таких людей очень важна. И об этом, кстати, неоднократно говорили и древние философы, что случайность имеет большое значение. Не только вот эта атмосфера, не только состояние общества, когда низы не могут, верхи не в состоянии и так далее. А именно, так сказать, такие люди появляются абсолютно не случайно. И здесь, наверное, в воле случая, что называется, мальчик из провинциального города Симбирска, по сути, он перевернул вообще, так сказать, ход истории. Просто перевернул. Ну что такое, при всем уважении к мысли Маркса и Энгельса. Но, извините меня, человек поставил это во главу угла всей своей деятельности. Прожив 54 года, 53 с небольшим, по сути дела, создал современную систему. Мы еще не можем до конца, хотя многие из нас читали и много читали, что написал Владимир Ильич, но мы еще до конца не можем осознать всего того, что он заложил, что приходило ему в голову. Абсолютно неординарный человек. Что получилось потом? Развил ли Иосиф Фицеренович вот эти идеи? Ну, он был другой человек. Конечно, он был неординарный. При всем уважении в его деятельности абсолютно положительных людей не бывает. У него были, естественно, этапы и периоды, когда можно было бы поступить по-другому. Когда были очень серьезные гонения на интеллигенцию, на военную элиту и так далее. Я не хотел бы касаться сейчас этой темы. Это был очень сложный период. Здесь были определенные, наверное, у него какие-то взгляды. Но в целом, я должен отметить, что это достаточно сложно было для страны. Им очень долгое время пожинали плоды таких чисток. Об этом тоже нужно говорить. Несмотря на то, что он достаточно четко и эффективно провел индустриализацию страны. Без этого, естественно, ни о какой победе в Великой Отечественной войне и речи бы не было. Мы просто бы не справились с этой задачей, когда на нас ринулась лавина. Просто лавина общая, вдохновленная общей идеей разобраться с Советским Союзом, разрушить эту страну до основания, поработить наш народ. Поэтому разве могла справиться одна страна с такой мощью? Ну, вообще, про Сталина можно сказать только одно, и этого будет достаточно. Что он просто спас современную человеческую цивилизацию как таковую. Не только Россию, не только Советский Союз или Европу, а весь, в общем-то, мир. Варданнович, продолжая роль личности в истории, Шолохов говорил, что да, был культ, но была и личность. И совершенно разные люди, там, от Вольфа Мессинга до, ну, во всем мире давали Сталину исключительно оценки, которые даже сейчас странно слушать. Они все были абсолютно восторженные. Вот с чем это связано? Отвечая на общий вопрос, личность и история вспоминается, продолжая рассуждение коллеги, о гениальной строчке Маяковского. Коммунизм и призрак по Европе рыска уходил и вновь маячил в отдалении. По всему поэтому в глуши Симбирска родился обыкновенный мальчик Ленин. То есть вся совокупность этих факторов повела к тому, что появились личности, да? Появились личности, которые возглавили страну. Одно из определений политики – это умение управлять психической энергией масс. Действительно, энергетика в России в начале 20 века была зашкаливала, была сверхвысокая. И Сталин, как и Ленин, смогли найти стиль, смогли найти идеи, которые позволили это управление осуществлять. Появись сегодня Сталин при всех своих талантах. Я думаю, что он бы не дошел даже близко до современного государственного аппарата. Не то, чтобы не возглавить страну. Сама система фильтрации сегодня такова, что личности она выхолощивает. Его бы избирательные комиссии не пропустили. За Сталином, как и за Лениным, стояла большая энергетика всей России и всего Советского Союза. Он эту энергетику выражал, он ее аккумулировал. И в данном случае он представлял… Иностранные гости, они видели ту силу, которая связывается не только с персоной Сталина, но и с персоной тоже. Но и с той стороной, с тем потенциалом, которым за Сталином находился. А Петр Васильевич, вот если взять Россию, это действительно была большая, великая страна, Российская империя. В ней проживало около 200 народностей. И все были разные. Кто-то жил в феодализме, кто-то жил на уровне передовой Европы. А вот при Сталине в советское время образовалась действительно единая общность, советский народ. Вроде бы все национальности уважались, но все как-то подтянулись, и все стали единым целым. И вот я смотрел не так давно фильм «Они сражались за Родину», и тут же был по другой программе фильм «Отец солдата», помните? Невозможно даже представить, чтобы эти люди в окопах делились по национальностям, по религиям. Не кажется ли вам, что Иосиф Сергеевич действительно смог создать вот эту общность, советский народ? И эта общность, она была в самом высоком смысле скреплена кровью на Великой Отечественной войне. — Знаете, вот я думал над тем вопросом, который вы мне задали дома, в рабочей, так сказать, домашней, семейной обстановке. И пришел к выводу, что Сталину удалось создать новую форму, которую мы называем советским народом, благодаря тому, что он сделал акцент на двух профессиях, которые на протяжении тысячелетней истории Руси были доминирующими. Это, в первую очередь, тот, кто кормит свой народ, и второе, тот, кто его защищает. Вот два коня у Сталина были, от которых он ни влево, ни вправо, так сказать, не отступал. — Возьмите, посмотрите, лучшие фильмы довоенные, они в основном шли о крестьянах, о колхозах, о совхозах, об их жизни, понимаете, о культуре, все там это дело было. Вот про войну-то не было, вот, так сказать, таких фильмов. А когда мы начали войну, у нас пошли фильмы только про войну, про, так сказать, героизм нашего солдата и прочее, прочее. Вот две сущности, которые позволяли Сталину создать, так сказать, вот советское общество, советский народ. Ну, а вокруг него дальше, так сказать, скомпоновалось и превратилось, так сказать, в монолит все остальное, что у нас, так сказать, было. Я считаю, что это чрезвычайно, так сказать, большая заслуга Сталина и той команды, которая рядом с ним была. — Антон Александрович. — Коллектив создают коллективные задачи. Уж не помню, кто сказал, на Куликово поле шли москвичи, туляки, тверетяне, а ушли оттуда русские. Точно так же, когда перед всей страной были поставлены единые задачи, индустриализация, причем одновременно с коллективизацией, там был очень интересный взаимоподдерживающий процесс, который в конечном счете вовлек действительно всю страну. оборона, создание уже после войны единого ракетно-ядерного щита, до сих пор нас защищающего. Это были задачи, которые могла решить только страна целиком, и эти задачи делали народ единым. Ну и что касается роли личности, знаете, когда эпоха востребует, личность появляется. Вот если бы генерал Бонапарт утонул на обратном пути из Египта в 1799-м, тогдашний глава Французской республики Борас выдвинул бы на роль диктатора генерала Моро. Тот, кстати, потом так и не смирился с потерей шанса и даже попытался поднять мятеж против Бонапарта, но не получилось. Если бы тот же Джугашвили пошел в такие священники, а не ушел с последнего курса семинарии, ну так на его ту же роль, скорее всего, занял бы Орджоникидзе, Костриков, который Кира, или Скрябин, который Молотов. Это были люди со сходным типом личности и, скорее всего, был бы востребован в конечном счете на роль главы государства кто-то из них. Может, он где-то сработал чуть лучше, где-то чуть хуже, но была эпоха, которая требовала именно такого типа личности во главу государства. Поэтому не только личность делает эпоху, но и эпоха востребует определенный тип личности. Вот какой вопрос мы задали на нашем сайте, нашим зрителям. Что позволило Сталину провести индустриализацию и привести СССР к победе во Второй мировой войне? Незаурядные личные качества. 8%, хорошее знание марксизма 3%, опора на широкие массы трудящихся 15% и все вышеперечисленное 74%. Варданович, я тоже проголосовал за последний пункт, и не только потому, что он все включает, а что действительно совокупность обстоятельств, совокупность качеств позволила Сталину победить в Великой Отечественной войне. И вообще провести, вот дурацкое слово, реформы, провести необходимые реформы, революционные преобразования, которые вывели Советский Союз на то место, которое он занимал. Ну, знаете, мне кажется, ответ все вышеперечисленное. Конечно, в истории на все влияет все. Все факторы, они так или иначе в истории проявляются. Важно определить, что главное, что второстепенное, что имеет определяющий характер, что имеет дополнительный характер. В этом году вышла книга, юбилей, вернее, книги Бердяева «Истоки смысла русского коммунизма». Да, выдающийся произведение. Так, незамеченная, отличная книга, но незамеченная широкими средствами массовой информации. Ведь о чем сказал Бердяев? То, что коммунизм – это не просто привнесенная идея для России, марксистская идея. Это цивилизационная парадигма России. Сталин сумел создать модель государственного управления, вобрав тысячелетнюю историю России. Такую модель, которая оптимально соответствовала русской и российской цивилизации. И эта модель оказалась поедельно эффективна. Государственная модель с опорой на эти цивилизационные основания России, она за счет нее смогли сделать и индустриализацию, значит, смогли победить в отношении внешних противников, смогли послевоенное восстановление, смогли идентичную великую культуру поднять на новые рубежи. И вот мне представляется основа, основа вот этих успехов, она соответствия государственной модели государственного управления, сайдовым условиям, а именно соответствия русской, российской цивилизации. Вообще, опора на широкие массы Бердяевых. Опора в конечном итоге из этих вопросов. Мне кажется, что «Истоки смысла русского коммунизма» Бердяева – это одна из самых недооцененных книг вообще. Ее и в советское время как-то не очень привечали. Ну, при либеральной экономике понятно, что не привечают. А она же объясняет, почему Советский Союз достиг таких успехов. Да, конечно. Но там нет главного, на мой взгляд. Вы знаете, в чем неординарность Сталина? Об этом очень мало говорят. Я думаю, что когда мы говорим о общности советского народа, мне кажется, что он открыл ту особенность народов России, Советского Союза в будущем, которая была основана на возможности и желании мобилизоваться. Вот Бердяев об этом не пишет. Он пишет о модели, об успехах, о возможностях, о причинах и следствиях этого. Но мне кажется, вот эта проблема, вот эта особенность даже русского, советского человека, украинского, белорусского, казахского заключается в том, что мы можем мобилизоваться для решения каких-то конкретных задач. Вот ни один народ в мире за пределами нашей страны. Возьмите немцев, американцев. Гитлеру, к сожалению, удалось немцев мобилизовать, но только на что-то. Нет, там и половины нашего напряжения. Понимаете, вот наш энтузиазм и наша мобилизация позволяет сделать очень многое. И в чем заключается феномен Сталина? Что он почувствовал это. Он это сделал, он поставил это во главу угла. Об этом никто не говорит. На самом деле, посмотрите, начиная с 25-го года, 25-й, 26-й, 27-й, индустриализация, подготовка, реформирование армии и так далее. И последующие периоды мы могли мобилизоваться. Понимаете, когда вот расслабленное... Вот мы можем расслабляться очень долго, пить, гулять, но когда возникает проблема, мы объединяемся, мы мобилизуемся. Вот этот потенциал, лежащий в основе нашей духовной культуры, мобилизация, он позволил стране подняться и достичь этих высот, которые мы имеем сегодня. Да, 90-е годы, посмотрите, уже далеко после Сталина. Полная расслабуха, все, что можно, продали. Так на это была сделана ставка, пей, гуляй, отдыхай. Конечно, конечно, но опять же народ нашел в себе силы подняться с колен. А народу, мне кажется, стало просто скучно это делать. Вот, Анатолий Александрович, вы уже эту тему начали поднимать. Относительно либералов. Либеральная пропаганда говорит о том, что при Сталине был тоталитаризм, свобода личности подавлялась. А я говорю со старшим поколением, даже я вот это застал. Было все с точностью да наоборот. Было участие в общем деле. Вот как, на ваш взгляд, участие в общем деле? Не есть ли это наивысшее счастье? И, наоборот, раскрытие потенциала личности? Ну, скажем так, общее дело предоставляет гораздо больше возможностей для раскрытия потенциала, чем работа в одиночку. То есть есть и самостоятельные работы, дающие возможность раскрытия потенциала, но в коллективе это легче. Так вот, ну и раз уж вы помянули тоталитаризм, была у меня в 2010 году статья под названием «Тоталитаризм – это борьба». Смысл простой. Тоталитаризм – это всего лишь технология мобилизации всех ресурсов общества на достижение какой-то цели. И совершенно бессмысленно говорить, что тоталитаризм плох или тоталитаризм хороший. Инструмент не бывает хорошим или плохим. Плохая или хороша бывает цель, для которой его применяют. А у нас этот инструмент был применен для несомненно высокой цели. Поэтому сетовать на то, что мы все напрягались ради ее достижения, совершенно бессмысленно. Вардан Иванович, а вот не кажется ли вам, что нынешнее общество, оно гораздо более тоталитарно, чем советское? И у тебя есть полная свобода падения вниз, но если ты хочешь выйти за эти рамки, то ты моментально будешь экстремистом или еще кем-то, и попадешь в соответствующее заведение. Вообще удивлен, насколько этот концепт тоталитаризма распространен в российской учебной и политологической литературе. Потому что концепт явно был введен с определенной целью. Понятно, что было идентифицировано как бы мировое золо – фашизм. И в борьбе против СССР задача была подстегнуть – вот есть золо, а давайте-ка СССР подстегнем к этому золу. Поставим знак равенства – фашизм. И советский коммунизм – это одно и то же. Это все тоталитаризм. Понятно, велась идеологическая борьба. И эта борьба продолжается и сегодня. То самое знаменитое решение ОБСЕ 2009 года о приравнивании с национал-социализма и сталинизма. Хотя цели-то принципиально иные. В одном случае это фундаментальное равенство советское, в другом – фундаментальное неравенство. Прямо противоположная модель. И, конечно, кто сильнее всего кричит – держите вора. Понятно, сегодня современное западное общество с контролем над финансовыми потоками, видеокамерами, перемещениями людей. А вот эта тема толерантности, которая сама становится инструментом, ограничивающим свободу мышления человека, по большому счету, конечно, безусловно, эта модель тоталитаризма, о котором говорили и упрекали Советский Союз, сегодня сложилась и де-факто существует на Западе. И Александр Зиновьев и многие другие философы говорили, что фашизм – это как раз производная капитализма. А Петр Васильевич, у меня вопрос к вам именно как к производственнику. Кроме всего прочего, при Сталине действительно была применена совершенно новая, уникальная модель экономики, плановая экономика. И она дала в те годы, на мой взгляд, и в последующие годы, выдающиеся, потрясающие результаты по экономической эффективности, давайте будем называть вещи своими именами, Советский Союз не имел и не имеет равных. Вот как это было достигнуто? И почему сейчас действительно не могут спланировать, ну прогноз погоды еще ладно, но правительство не может спланировать буквально ничего. Вот мы сидим и ждем, как я уже говорил, только одного. Снимут санкции, не снимут, повысится цена на нефть или не повысится. Ведь есть же сейчас такие возможности для планирования. Значит, Дмитрий, вот как вот у нас последняя строчка идет, все вышеперечисленное, так всему вот, что говорили мы все вместе, все вместе. Я хочу добавить два фактора, которые характеризуют сталинские времена, отвечая на ваш вопрос. Первое, Сталин довел до абсолютизма, до абсолютизма, исполнительскую дисциплину. Ну вот представьте, мы живем в сталинские времена, можно было бы запроектировать строительство стадиона Петровский в Ленинграде, сметная стоимость которого была 7 миллиардов, а сейчас довести ее до 41. Вот могло быть такое при Сталине или нет? Не могло. Не могло. При Сталине было так. Вот если ты чего-то сказал, лучше не говори. Но если ты чего-то сказал, ты должен это обязательно сделать. То есть исполнительская дисциплина была доведена до абсолютизма. И безусловно, это способствовало тому, что у нас были выдающиеся результаты в общем-то управлении страной. Второе, Ленин и Сталин. Они в те далекие времена сделали, проведя ликвидацию безграмотности во всей нашей стране, это же рассказывают в сказке, когда говорят, что царская Россия была выдающейся страной, она могла, так сказать, сделать что угодно. Когда в стране было 93% безграмотных людей, которые не писать, не читать не умели, какой научно-технический прогресс может с неграмотной страной? Ленин и Сталин это дело сделали. Это второй огромный плюс, который нужно учитывать. И третье, самое главное, чем те времена отличаются от нынешних. Сталин прекрасно понимал, что нужно заставить финансовый капитал работать на промышленность. И во главу угла ставилось производство. Сельскохозяйственное, промышленное, какое угодно, но производство ставилось. Нынешняя власть сделала, перевернула все наоборот. Она заставила сейчас промышленный капитал работать на финансовый капитал. Как это в переводе на русский язык? Да захотел я построить детский садик, я директор завода или новый цех. Я должен прийти в банк и взять кредит не под полтора процента, как было при Стальнеожипове, как я сам ходил в банк, ездил с главным бухгалтером и брали кредит под полтора процента, чтобы строить жилье, чтобы не было очереди. И мне это удавалось сделать. Я сейчас прийду в банк, мне кредит дадут за 24%. То есть меня, производственника, заставляет работать на эти жирные мешки. Время нас поджимает немножко. А менять никто ничего не хочет. Вот пока мы не вернемся к исполнительской дисциплине и заставим финансы работать на производство, ну, вряд ли что у нас может получиться. Дорогие друзья, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я задам всем, начиная с Анатолия Александровича, один и тот же вопрос. И просьба отвечать прям кратко. Какой, на ваш взгляд, была бы страна без Сталина, и вообще была бы она. И что главным вы считаете в Сталине? Если бы человек такого типа не был в руководстве, то, скорее всего, не было бы сейчас ни страны, ни нас с вами. А главным в такой личности всегда есть и всегда будет умение чувствовать народ и умение чувствовать историческую перспективу. Варданас, два-три предложения. Да, значит, если бы не было сталинской мобилизации, не Сталина как персоны, а сталинской мобилизации, по-видимому, и России бы сегодня не существовало, и, по-видимому, мир бы был совершенно другим, уже состоявшимся глобальным доминированием. Что главное? Я думаю, слова, сказанные о Ленине, он управлял течением мысли и только потому страной, они еще в большей степени, а может быть, в той же степени соответствуют и Сталину. Он соответствовал своей политикой, смог управлять течением мысли, которая жива Россия и мир. Александр Анатольевич. Ну, в России очень много талантов, она богата талантами, поэтому говорить о том, что у нас нет талантов, наверное, было бы неправильно. Наверное, я полагаю, нашелся бы человек, но феномен Сталина, я еще раз должен подчеркнуть, заключается в том, что он умел стратегически мыслить и прогнозировать на несколько шагов вперед. И он раскрыл, я еще раз это подчеркиваю, он раскрыл душу советского человека, заключающего в том, что он может мобилизоваться, что энтузиазм безграничен, и, естественно, он это поставил во главу угла. И Петр Васильевич. Сталин умел слушать людей, это самое главное, считаю, и делать из этих слушаний правильные выводы, которые вели страну вперед в любом развитии, культурном, производственном, финансовом, но это подвигало страну на великие подвиги. Ну что ж, на этом и закончим. Наше дело правое, победа будет за нами. А с вами была программа «Точка зрения», я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин